Как не сойти с ума в режиме самоизоляции, не срываться от злости не своих родных и близких, мне расскажет Григорий Поляков и сделает для нас специально несколько лайфхаков. Как справляться со стрессом в замкнутом состоянии? Совершенно верно, здравствуйте. Дело в том, что как практикующему психологу мне последние две недели приходит очень много звонков людей, которые вынуждены самоизолироваться одному или всей семьей, и практически все жалуются на то, что у них уровень стресса вырос. Мужья говорят, что жена меня просто дико бесит, раздражает. Жена говорит, я сейчас его просто, если он что-нибудь какую-то глупость сделает, убью. Дети раздражают всех, всех раздражает дистанционное образование. То есть вот это замкнутое помещение, оно действительно на людей сейчас сказывается негативно, вот этот карантин. Очень сильно сказывается, потому что мы знаем, например, что когда комплектуется экипаж подводной лодки в условиях, когда всем предстоит жить долгое время друг с другом, в условиях сенсорной изоляции, минимум впечатлений, то экипажи проходят кучу специальных тестов психологических именно для того, чтобы просто не перебивать друг друга, а находясь под водой. А сейчас все жители нашей страны похожи на подводников. То есть нам никуда друг от друга не деться, нам приходится перемещаться по одной нескольким комнатам, постоянно видеть друг друга, слышать, говорить. И у нас, конечно, очень большой сенсорный голод, потому что мы просто не получаем впечатлений, к которым привыкли. Мы даже путь до остановки, мы смотрим вправо, влево, там какое-то дерево, цветочек, собачка, подержала кошечка. То есть это все мелочи, но это все влияет. Все это мелочи, да, они очень сильно влияют, потому что современный человек, он постоянно мозг потребляет, потребляет, потребляет информацию, и мы под это заточены. Но вот эти прекрасные предметы, радио, чайник, стаканчик, контейнер, фломастер, это все каким-то образом нам поможет снять свой стресс? Это поможет снять стресс и ликвидировать сенсорный голод. Вот я покажу вам такой замечательный предмет, это радиоприемничек. Первый лайфхак для того, чтобы снизить свой сенсорный голод такой. Начните слушать музыку, которая от вас, в принципе, далека. Ну, к примеру, вы постоянно слушаете российский поп, да? Вам не нужно начинать слушать музыку, от которой вас воротят, но попробуйте что-нибудь, что от вас максимально далеко. Не знаю, современный power metal попробуйте, попробуйте там электронную музыку, она есть в различных стилях, танцевальная, нетанцевальная. А сейчас есть различные сервисы, и они предоставляют бесплатный доступ на время карантина. А в условиях самоизоляции у человека расслабляется интеллект, потому что он привык каждый день быть на работе, решать какие-то задачи, ликвидировать дедлайны и так далее. Ну, дома тоже много, знаете ли, задач. Гвоздик прибить, посуду помыть, пропылесосить. Да, я подозреваю, что все это делается. Да, но это не спасает. Поэтому очень хорошо заняться каким-то интеллектуальным трудом. У всех у нас есть мечты, какие-то планы. Очень хорошо трансформировать их в цели. Написать свои мечты, перевести их в цели, разработать планы для их осуществления. Зная, что вы хотите. Может быть, вы хотите купить дом, может быть, вы хотите завести домашнего питомца, или вы хотите выращивать летом рассаду на своем дачном участке. Начните тщательно прописывать и прорабатывать свои планы на ближайшие полгода. Вы увидите, что это вас увлечет, и на самом деле снимет стресс, потому что мозг включится в привычный ему режим обработки интеллектуальной информации. Это второй лайфхак. Я слышал еще, что когда ты хочешь чего-то добиться, можно написать это на листочке, просыпаясь, каждый день смотришь, и это в какой-то момент действительно будет твоим. Так это работает? Да, так это работает. Вот у нас, к сожалению, здесь нет журналов, поэтому не можем показать третий лайфхак. Мы можем только рассказать о нем. Возьмите кучу журналов с любыми красивыми картинками. И возьмите какой-то лист ватны. Вырезайте красивые картинки, то, что вы хотите, чтобы в вашей жизни получилось. Путешествие, любовь, домашний питомец, домик в деревне, какая-то новая диета, которую вы хотите попробовать, новый вид спорта. Наклеивайте все это на коллаж, располагайте в том порядке, в котором вам нравится, вешайте на стену и каждый день смотрите, потому что, глядя на эту картинку, мозг будет стимулировать сам себя, и бессознательно вы будете принимать шаги в этом направлении, чтобы ваши мечты реализовались. Следующий момент. Огромнейшее количество сайтов до конца режима самоизоляции представляют сейчас возможность бесплатно изучить самые разнообразные дисциплины, начиная от греческого и римского искусства, продолжая ораторским искусством и заканчивая музицированием в домашних условиях. Пожалуйста, загляните в интернет. Сейчас даже такой сайт, как Государственные услуги, представляет советы, что изучить в интернете интересного. Спикеры выступают бесплатно, вы можете прокачать свои навыки карьерные, вы можете научиться бесплатно работать в фотошопе, в каких-то программах, которые вам потом пригодятся. Опять-таки, мой любимый вариант списка. Составьте список навыков, которые вам нужно прокачать. Зайдите в интернет, посмотрите, как вы можете это сделать. До конца режима самоизоляции все это будет для вас бесплатным. Что ж, самоизоляция показывает нам, что можно оставаться дома и саморазвиваться, постоянно заниматься какими-то интересными вещами. И для этого необязательно действительно ходить в какие-то секции вне своих стен домашних. Можно найти какую-нибудь интересную онлайн-экскурсию по каким-то городам, можно найти интересные онлайн-уроки или вот записывать свои планы на ближайшее будущее. Надеюсь, вам эти лайфхаки пригодятся. С вами был Олег Рожков. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok